18 января 2017 года житель Пинского района похитил ноутбук у спящего соседа по вагону. Злоумышленника задержали по горячим следам. И теперь за совершенное преступление ему придется ответить по всей строгости закона. Кражи в вагонах остаются основными преступлениями, совершаемыми в поездах. При этом происходят данные правонарушения в основном из-за беспечности людей, которые оставляют вещи без присмотра, забывают их в вагонах. Так, ноутбук, оставленный без присмотра, и стал предметом хищения, который совершил ранее неоднократно судимый житель Пинского района 1982 года рождения. В производстве Пинского межрайонного отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 205 в отношении ранее неоднократно судимого лица, проживающего на территории Пинского района, который во время своего исследования из города Минска в город Пинск на железнодорожном поезде с общением Брест-Витебск познакомился с инвалидом третьей группы, проживающим в Ивановском районе. Где после совместного распития с ним напитков спиртных украл у последнего имущества. Ноутбук, уснувший житель Ивановского района 1996 года рождения, оставил рядом с собой, тем самым не обеспечив ему надлежащего присмотра. Пропажу он обнаружил, уже подъезжая к станции Янов-Полеский. Обратился к правоохранителям, но по счастливой случайности похититель уже был задержан. После того, как наш подозреваемый похитил имущество, он вышел на железнодорожную станцию Пинск, где был задержан сотрудниками органов внутренних дел, так как привлел их внимание и распивал спиртные напитки, находясь в общественном месте на железнодорожном вокзале станции Пинск. В ходе личного обыска у него было изъято похищенное имущество, и он в настоящее время в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Последнюю вину свою признают полностью, в содеянном чистости речно раскаивается. Обвиняемый не так давно вернулся из мест лишения свободы. И если ссылаться на санкции части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то ближайшие 4 года он снова может провести в тюрьме. Окончательную точку в этом деле поставит суд.